Спасибо за покупку. В Бобруйске подвели итоги работы организации торговли. Проведено 54 ярмарки и 2370 распродаж. Как еще привлекают покупателей? Пришли болеть – болейте. Правоохранители продолжают выявлять участников деструктивных сообществ. Я раскаиваюсь, обязуюсь удалить их. Больше такого не повторится. Почему не стоит путать футбол с политикой? Люди в погонах. Служба участковых инспекторов милиции отмечает вековой юбилей. Крепкого здоровья, мирного неба, благополучия в их семьях, ну и, конечно, с праздником. Какая награда самая важная? А также рабочий визит, поезд в сказку и большие деньги. Правительство Беларуси поручило выделить дополнительные финансы на зарплаты медикам. Сколько в планах добавить? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Елизавета Липеева. Александр Лукашенко с рабочим визитом посетил Гомель. Первым делом глава государства проверил состояние сельского хозяйства. Он отметил некоторые недостатки и дал поручение губернатору. После президент ознакомился с работой артиллерийской базы вооружения. В качестве презента главнокомандующему преподнесли гранатомет. Следующей точкой в маршруте стал ювелирный завод «Кристалл». Там Александру Лукашенко доложили о результатах модернизации алмазообрабатывающего производства. «Будет работать? Будет. Будет? Будет. А чем отличается дизельный двигатель от бензинового? Ну, топливо в первую очередь. Ну, это понятно. В принципе, будет работать. Ну, дизельный двигатель, воспламенение происходит, от сжатие. А бензиновый двигатель... А как происходит топливо? Приск. Ну, в данном двигателе происходит через фасунку. Спасибо. Меня тоже в этом пульсе. Поэтому я спрашиваю, может, у тебя что-то изменилось? Да нет, пока еще принципиально ничего. Оказывается, все поставлено. Ну, это нормальный, что двигается. Это двигатель нормальный, с проверки мы готовим его к основному. Спасибо. Молодцы, что помогаете. Вот на ком держится страна. Так точно. Ну, молодежь надо рядом держать. Подтягиваем, они же нам и молодежь учат. Да, так я и говорю. Вот рядом с ним научишься, чему схожешь. Спасибо тебе. Также президент встретился с трудовым коллективом завода. И отметил, Беларусь активно осваивает новые рынки. К слову, сейчас упор идет на развитие отношений с африканским континентом. Именно там есть месторождение драгоценных металлов. В качестве подарка главе государства преподнесли карту республики серебра, золота и бриллиантов. Нет ничего нового под луной. В 2020-м оппоненты пытались действовать через фанатов. Призывали бойкотировать футбольные матчи и выходить на марши протеста. Только вот подобные сценарии мы уже наблюдали в Киеве и Харькове. И здесь желание правоохранителей оградить детей и нормальных болельщиков от фашистских приветствий, жестов и свастики вполне понятно. Так почему не стоит путать футбол с политикой? Смотрите прямо сейчас. От футбола к политике. В 2020-м проверку на прочность прошел абсолютно каждый белорус. Западному влиянию подались и некоторые болельщики. Через них пытались действовать оппоненты. Подтверждение тому закрытые тематические группы в социальных сетях, где призывали бойкотировать футбольные игры и выходить на марши протеста. Никто не говорит, что фанат – это плохо. Однако есть те, кто перешел черту и подвергся деструктивному влиянию. Это, как правило, молодые фанаты. Сами того не понимая, нарушают действующее законодательство. И любители ФК Белшина – не исключение. Я Журавлёв Николай Вячеславович. На моей странице ВКонтакте были размещены фотографии с нацистской символикой. Обязуюсь удалить их. Больше такого не повторится. Впрочем, нет ничего нового под луной. Подобные сценарии мы уже наблюдали в Киеве и Харькове. И здесь желание правоохранителей оградить детей и нормальных болельщиков от фашистских приветствий, жестов и свастики вполне понятно. В этом отношении месседж прост и понятен. Не путать футбол с политикой. Пришли болеть – болейте. Без матерных кричалок, провокационных заявлений, пиротехники и любого нарушения статей Коап и УК. Закон одинаков для всех. А стадион не кластер беззакония, хулиганства, расизма и экстремизма. Не смешивать футбол с политикой призывают и более опытные фанаты, которые понимают, каким негативным последствиям это может привести. Я, как Павел Анатольевич, являлся действующим фанатом футбольного клуба «Душина Барусь». Призываю наше молодое поколение не подвергаться влиянию со стороны, поддерживать тот же экстремизм и тот же нацизм. Правоохранители проводят профилактические мероприятия. Тем самым способствуют предотвращению трагедии в будущем. Массовая чистка продолжается. Все виновные понесут наказание. Двигатель прогресса в Бобруйске подвели итоги работы организации торговли за 9 месяцев 2023-го. В зале горы с полкома обсудили широкий спектр вопросов. От санитарной безопасности до соблюдения сроков годности продукции и защиты прав потребителей. Особое внимание уделили работе по увеличению доли товаров отечественного производства. К слову, в Бобруйске население обслуживает свыше 2700 объектов розничной торговли. Магазины, павильоны, киоски и рынки. Общая площадь более 160 тысяч квадратных метров. Для более полного удовлетворения покупательского спроса в текущем году на территорию города было организовано и проведено 54 ярмарки и 2370 распродаж. Для максимального удовлетворения потребностей населения города в плодовочной продукции начиная с 16 сентября и по 12 ноября на территории было проведено 7-9 сельскохозяйственных ярмарок выходного дня с общим розничным товаром воротом 590 тысяч рублей. В городе вместе с торговлей продуктивно развивается и сфера бытового обслуживания. Работу осуществляют 1057 субъектов хозяйствования. В перечне качественных услуг салоны красоты, ателье, СТО, ремонт и многое другое. Спрос на жилье, дополнительные выплаты и совместные разработки. В начале 2024 появится совместная белорусско-российская платформа по продвижению продукции. В чем суть? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Правительство Беларуси поручило выделить дополнительные финансы на зарплаты медикам. До конца 2023-го должны быть увеличены расходы республиканского бюджета. Размер добавочной суммы – 10,5 миллионов рублей. Выплаты повысятся за счет уменьшения затрат в других областях здравоохранения. Количество заключенных сделок на рынке недвижимости в Беларуси летом 2023-го побил рекорд последних 10 лет. Только в Минске ежемесячно регистрировалось около полутора тысяч договоров. В областных центрах этот показатель увеличился на 30%. Поводом для такой активности послужили выгодные условия кредитования. Объем займов за 9 месяцев в два раза превысил цифры прошлого года. В начале 2024-го появится совместная белорусско-российская платформа по продвижению продукции. Это позволит быстро находить по запросам нужные товары и проводить переговоры для заключения сделок. Ранее уже был разработан специальный портал для рекламы отечественных изделий за рубежом. Белавия заняла 11-е место в рейтинге лучших авиакомпаний для полетов за границу. Четвертая позиция – по стоимости билетов. Такую оценку подготовила русская редакция журнала Forbes. Итоговое место для каждой авиакомпании рассчитывалось, исходя из ценовой политики, чистоты рейсов, маршрутной сети, а также отзывов и оценок клиентов. Первый новогодний поезд в поместье Деда Мороза стартует 8 декабря. Туристы отправятся в Беловежскую пущу, где проведут целый день. В планах активная культурная программа. Путешественники смогут ознакомиться с Музеем природы, увидеть терем снегурочки, угоститься блинами и чаем на травах. Сто лет на передовой. Служба участковых инспекторов милиции отмечает вековой юбилей. Начало положено в далеком ноябре 1923-го. Именно тогда был утвержден первый официальный документ. За такой огромный срок подразделение претерпело немало трансформаций. Но одно остается неизменным. На помощь всегда придут сильные, храбрые и справедливые люди в погонах. Слова благодарности в этот день звучат в адрес тех, кто на все сто предан Отечеству. Для меня это гордость. Во-вторых, это помощь людям, понимание их проблем и решение их проблем. Это те люди, которые ежедневно находятся на передовой. Это те люди, которые приходят первыми на помощь нашим гражданам. Это те сотрудники универсальные, можно так сказать, которые выполняют не только работу по охране общественного порядка, но также своим советом, своим каким-то поведением они дают пример многим сотрудникам нашего управления. Я хотел бы своим участковым секретам милиции пожелать крепкого здоровья, мирного неба, благополучия в их семьях, ну и, конечно, с праздником. От охраны правопорядка до информирования населения круг обязанностей достаточно широкий. Сила воли, смелость, отзывчивость и справедливость – далеко не полный список качеств, которые отличают правоохранителей. Благодаря твердой государственной позиции и патриотизму сотрудников, жители могут спать спокойно, ведь они находятся под надежной защитой. Тех, кто пройдет отборочный этап, ждет обучение у профессионалов своего дела. Ребята будут познавать азы теле и радиомастерства, ведение соцсетей и написание журналистских материалов. Речь не только о знаниях, но и бесценной практике. К участию приглашают талантливых и амбициозных ребят от 12 до 18. Кастинг пройдет 25 ноября в 11 часов на Социалистической 90. Участие в совместном проекте с Центром доп. образования детей и молодежи бесплатное. Подробности по телефону плюс 375 44 575 90 15. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!